Вековой юбилей героя. Дагестан помнит и гордится. Республика в эти дни отмечает столетие со дня рождения знаменитого летчика Амитхана Султана. Сегодня день рождения легенды авиации. В годы Великой Отечественной он был удостоен высших военных наград. Был единственным дагестанцем, ставшим Героем Советского Союза дважды. Именем воздушного аса в Махачкале назван один из главных проспектов. Международный аэропорт столицы Дагестана носит имя Амитхана Султана. Именем его названы вершины в горах нашей республики. Тему продолжит Курбан Рагимов. Цветы и слова благодарности сотрудники Международного аэропорта Махачкалы чтят память о выдающемся летчике Амитхане Султане. С 29 июня 2012 года воздушная гавань гордо носит имя дважды Героя Советского Союза, для которого небо стало вторым домом. Прославить такого человека не всякому дано. Мы, соответственно, подняли вопрос, он наш земляк. Ну, он сам говорил, что я не... он с Цовкра Лакского. Он говорит, я не Лакец, не Герой Лакского, не Герой Татарского, а Герой Советского Союза. Он интернациональный такой был. И вот мы начали потом, чтобы писать письма, чтобы его именем назвали наше авиапредприятие. Амитхан Султан родился в 1920 году в Алубке. Прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Провел 603 боевых вылета, в 130 воздушных боях сбил 49 самолетов, 30 из них в одиночку. Эти цифры красноречиво говорят о героическом пути бесстрашного летчика. Его подвиги помнят и гордятся им не только в Дагестане, но и в Крыму. Отец героя Лакец родом из селения Цовкра, а мать – крымская татарка. На полуострове об Амитхане Султане снимаются фильмы его именем. По всей России названо множество значимых объектов – площади и улицы, проспекты и микрорайоны, школы и лицей. В Дагестане также учреждена государственная награда, где отчеканен профиль героя – медаль имени Амитхана Султана, которая вручается за вклад в патриотическое воспитание молодежи. В Махачкале имя прославленного летчика носит и одна из главных магистралей столицы. Бронзовый монумент установлен в самом начале проспекта имени героя. Этот бюст делал руки известного скульптора Гейбата Гейбатова, признанного мастера художественной пластики. Бронзовый бюст на высоком постаменте сам будто бы парит над землей на фоне гор. Модель был мной создан с учетом, что он, во-первых, он обращен лицом, сейчас тоже видишь наглядно, к солнцу, к восходу. Это всегда символизирует движение к добру, к светлому. Во-вторых, эта улица уже начинается с его имени. Поворот головы дал еще больше динамизм его движению. Вот стал вопрос усилить это движение с головой вместе плечо. Это плечо, это его крыло полета. А второе плечо тоже осознает аллегорию, обрыв. Фактически его, когда нашли, нашли только кисть руки. Фотографии из личного архива героя и другие уникальные экспонаты можно увидеть в музее боевой славы имени Макаровой. Здесь школьникам показывают комбинезон и шлемофон, в которых Амедхан Султан отправлялся на боевые задания. На недавнем уроке мужества детям рассказали о самых ярких моментах биографии и военных подвигах летчика. Своего последнего этого визита он гостил у своего родственника, у двородного брата, вот такой Башира в Ганапи. Так вот, Амедхан Султан познакомился со своими племянниками, с детьми и спросил, как они учатся. А дети сказали, что учатся хорошо и на отлично. Амедхан Султан проверил их дневники, убедившись, что дети на самом деле учатся хорошо на 4 и 5. Он подарил этим детям свой шлемофон. И вот где-то через месяц Амедхан Султан трагически погибает, получается. И после его смерти уже его брат передал к нам в музей эти вещи личные Амедхан Султана. Орлы умирают в небе, когда-то сказал своим друзьям Амедхан. Эти слова стали пророческими. В мирное время в феврале 1971 года легендарный летчик отправился на очередное задание – испытание нового реактивного двигателя на самолете Ту-16. Это был последний полет героя, в котором оборвалась его жизнь. Но полет Амедхана продолжается и ныне в памяти благодарных потомков, в примере служения родине и любви к родному краю. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.